Всем хватает соски. Всего хватает. Лыжи, лыжи, обязательно не дергайся. Все свои не переживай. Дрошки на внизу. Бо я ей сказал, обезьянка, там в коментариях пишут, что ты не вывезешь поросят, ты не ефка. Так вона как рикнула на меня, как дернулась. Я говорю, ну ладно, больше ничего не буду казать тобі. Корми. Так, друзячки, всем привет. Значит по поросятам. Что осталось, кто сохранился и так дальше. Привезли мы получается поросят шосто числа в обид. То есть спит даже не чуешь, что кормежка. Шосто числа в обид. И вот получается шосте число, сьоме, восьмое, девятое, сегодня десятое. Уже пять дней. Ну, четыре дня получаю. Пятий день. Значит, мы, как привезли шосто, на вторий день два таких чахлих было. Мы их привезли, они чахленькие были. Два сразу отошло. Это на вторий день. И на восьмое число тоже самое. Три штуки полуживые. И то они от голоду полуживые. Тоже отошли. Вон той проснулся, сейчас тоже бежит. Давай бежи, 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 бежи. Бежи. Вот так. Значит, в чем заключается отошли? Отошли, потому что их никто сюда не підпускал на кормушку. То есть у каждого свій молочный пакет, сосочок. И кто сильный, той, грубо говоря, и гив. Кто слабый, не имеет силы или там с ножкой проблема, то и понятно, что проигрывал. Ну, это животные. Тут ничего не сделаешь. Они даже моих, они насколько крупные, мои трое. Они их откинули. У них были только передние соски. Сейчас откинул он на задние. И брошки на задние. Их подкидывал. Потому что, получается, тех, кого я привез, они сильнейшие, крупнейшие. И они их подкидывали. Самые на передние стали соски, где лучше молоко. А этих откинули на задние. Ну, то есть сейчас у меня получается их ровно 10 штук. Это с моими тремя штуками. Семь штук приезжих. Вот вы видите, какая тут борьба идет. Они, по-любому, конечно, кто слабый, то и по-любому не выживет. Тут, а хоть, как ты не крути, как не верти, но что есть, то есть. Ну, и ци более-менее. А цей десяток более-менее. Это уже сколько дней. Сейчас я им поставлю предстарт. Буду предстарт дробить, давать вообще, ну, грубо говоря, как маночка, чтобы ели предстарт. Ну, и водичку им теплую ставлю каждый день, меняю вон в кастрюльку. Они тоже пьют. Ну, вроде бы нормально все. Так бігают, играются, как поедят. Такие более-менее. Вон же свободный сосок есть. Что ты присосался туда? Вон, вон. Вроде бы хватает все. Более-менее. И так же мы пообрезали всем хвостики, проверили еще раз зубы и покастрирували всех. Прокололи железо, прокололи амоксицелин и еще плюс витамины. И саму свиноматку врач тоже проколол. Ну, то есть, дай бог, вот это, что есть, он, бачите, получается, самих сосочков 13 или 14, поросят 10. То есть, есть свободные соски, и они уже более-менее, есть какой-то выбор. Уже нема такой бойни. А первые дни, как они ели, это была бойня, крики, писки. То есть, я понимал, что из-за лишних поросят и остальные не поднимутся. И воно, как-то, само собой, они подходили. Воно даже и к лучшему, хоть эти... Вот с приезжей, гляньте, ну, чим он погодил. Приезжей. Вот крупный приезжей. Они тоже пішли хорошо в рост. Так что это так. Обезьяна, их всех приняла. То, как я первый ролик снял, как мы подпустили, воно всех приняла и всех кормила. Вставала каждый... Лягала, вернее, каждый 15-20 минут. Кормила их каждый 15-20 минут. Дуже часто. То есть, там половина спала, половина подходила. Вот уже ж, вот уже ж. Вот, бачите, покормила все. Вона сейчас через 20 минут. И будет их кормить. А, смотрите, приезжие, какие стали, товстые. А гляньте на мою брошкину. Вони ее откинули на заднюю. Вона слабейшая, получается, не встала. И все. И приезжие ее откинули. Вот тоже такие вяленькие. Ну, я думаю, окрыгает. Тоже видать на заднем соску. Ну, а так. Ну, короче, 10 штучек есть. Все, я думаю, будет нормально. Вот вона их атак и кормит. Чуть-чуть покормила. Підервалася. Сейчас опять проходим минут 15-20. Вона лягат и мы их кормим. Сейчас она встанет, наверное, сама поесть. Бо я ей дал. Вона поила. И сейчас, наверное, встанет еще поесть. Вот так. Вон Брошкина худа стала. Ну, то есть, получается, все равно. Так бы, допустим, Брошкина и мои эти два были бы кто-то, как кумы королям и сватия министрам. А так, конечно, поделились эти сильно пешковые приезжие. Они, получается, сильнейшие. Ну, некоторые. Есть, конечно, чахленькие. Ну, кастрация прошла успешно. Хвостик успешно. Все хорошо. Ну, дай Бог, хоть бы цей десяток подняли более-менее. Я думаю, 10 штук уже вона вывезли. Именно, что метод подстилки. Я взял солому, трошки такую влажную. И перемешав их с соломой. Да, воно сработало. Вона приняла никого. Даже, да, и признака не было, что не принимает. И все, и они сейчас спать полягают. Потом опять. И так постоянно. Ну, то есть, нормально. Домик у них хороший тут. Лампочка 250-ка. Им тепло, хорошо. То есть, кто переживал за поросят, делаю видеоотчет. Вот, что есть, то есть. Я думаю, и это непогано. Ну, уже они бегают, играются, бьются. Это говорит о том, что уже они живенькие. Йеди хватает. Не пискать бля неи, не выращать. То есть, все хватает. Да, может, они не будут, как бы, стрелять супервыводок в начале. Но мне самое главное, чтобы прошло там 10-15 дней, чтобы они начали есть хорошо предстарт. Предстарт уже все есть. Мы не только прошли все дни, чтобы они начали есть. И все, и дальше они пойдут. То уже все, то уже таке дело наживное. Короче, вот так. Да, обезьянка. Обезьянка показала себе хорошо. Как приемная мама, приняла без кипиша, без хаоса. То есть, отлично. Ну, понятно, она кричала, как мы забирали их на кастрацию. Ну, она за поросят сильно переживает. Ну, это и хорошо. Для материнской линии нормально. То есть, обезьянка не подкачала. Молодец, обезьянка. Так что, я думаю, подниму. А этих уже всех, что поставилось, а этот десяток подниму, и все будет нормально. Короче, по поросятам все нормально. То природные отходы вот и шли. Те, что слабейшие, иммунитет слабый. А те, что крупнее, вон барбосы, поставались. Короче, вот такие дела. Сейчас мы будем переводить итальянцев, разделять, потому что клетка им уже маленькая. Они еще каждый день набирают, и клетка им маленькая. Убирать тут стало дуже погано. То есть, они, им тесниться нікуди, чтобы нормально вышкрипти, убрать. Хочу сейчас поставлю бункерную кормушку, и... и ехать сюда. Наверное, три итальянца сюда, и... и Веронику сюда до них, чтобы хряк был отдельно. Хряк, аматор, приболил. Мы уже его два раза приходили в ветврач. Прокалывали, лечили, но все равно он что-то как-то вялое. Ну, не знаю, может поправиться. Мы Верку сюда кинем, до итальянцев, и заберем, чтобы итальянцев там четыре будет, и тут четыре в миске, три итальянца, и в миске с Вероникой тоже четыре. Сейчас кормушку прикрутю, и будем перегонять. Вот, он кашляет. Кашляет, и так как не может выкашляться. Ну, была проблема, он по снегу побегал в мороз. Ну, мы его 50-го уже прокалывали. И все равно, еще и вчера тоже прокалывали. Ну, надеемся, на лучшее, там как будет. Это такое дело. Ну, минут 15, пока я воду в бак набрал, опять кормежка. Ну, я скажу, минут 15-20, и она их кормит. Сами беспокойные свиньи, это F1, Yorshir Vandras. Вот у меня с комплекса, кто не знает, элитные свиноматки, сами кипишные, я такого еще не видел. Я вообще не думал, что есть такие вредные свиньи. Ну, теперь я узнал. Вот именно F-ки, сами вредные. Да, они хорошие свиноматки, дай бог, в будущем будут хорошие, но сами по себе вредные. Они у меня все покритые, все. Уже две просветили на узи вчера, две эту первую и другую. Все положительно, я их буду сейчас убирать. Вольный выигулок, сюда ставить опоросных. А эту, и вот эту, еще не просветили на узи, чуть позже, они потом, мы их позже покрывали. То есть, их тоже в месте одним гамозом брал просветил. А те уже просвечены, все положительно. Вот так. Вот так и живем. Березовка приехала в водолагу в гости. Березовка вытолкла наших водолагских из самых лучших сосочков. И сами употребляют там, где лучше. Ну хай. О, и все. Еда закончилась. Эй, какая попадалась. Еда закончилась. Давай до дому. до дому, под обогрели. Брошки, надави, чтобы ты там не задавила, что ты там. Все. А вот, битанка, сейчас станет поездить, или же водички попья. И все. И они сейчас потихоньку хамель-хамель и у свою будочку, в гнездышко. Ну, эти два кабана моих тоже крупненькие. все равно они эти, какие-то такие, как мои длинные, а эти короткие, но сбыточные. Приезжие. Сейчас вона поесть, попье водички, потовчиться и опять буду их кормить минут через 15-20. Кто-то мне писал, Стас, а что ты, сосочки их там? Да вы что? Кто ними будет заниматься? Тут так времени не хватает. То-те-те-те-те. Я еще буду соски кормить козьим молоком. Ну, цим заниматься никто не будет. И так, как свиноматка их кормит, вручную их не выкормишь. Только свиноматка. А то, если вона, хай вона не супер-пупер там их кормит, но тем не менее, кормит и выкормит. Какие-не-какие будут нормальные поросяти. А вручную их выкормить, вы что? Это целая головная боль. Их каждый, ну вот, вона кормит их каждые 15-20 минут. Я же так не смогу с бутылочками бігать, теплое молоко радуется, что все хорошо. И все отлично, да? Березанский. Это же Березанский, Березовский. Это же Березовка, я езжу в Березовку, там за высоким. Березовка есть. Короче, вот такие вот, друзья, у нас делишки. Так, надо заниматься своим. Все, поросяц, сняли корм, все хорошо. Сама тоже я ей насыпал богатенько. Вона тоже, делюсь, поела все. Ну, что еще надо? Я ей сыплю, не нормировано. Я бачу, что пустой, насыпаю. Думаю, хай, чтобы она не нуждалась в еде. И, помимо всего, я еще в корме и добавляю детское питание в аптеку. Купил малыш или малютку, тоже перемешиваю детское питание, хотя в ней хорошее, из БМВД, зусим, все, как полагается. Но я еще перемешиваю сухое молоко просто так. Думаю, хуже не будет. А ей, я заметил, она лучше стала есть сухим молоком. Ну, он уже запашок вкусный, этот. Ну, чтобы она худала, всего еще не скажешь, еще и правда рано, грубо говоря, еще десяти дней не прошло. тем не менее, я доволен. Вот, друзья, Италию уже перегнал. И туда посадил Веронику. И Верочка тут с ними. Верка, кстати, родилась 26 августа. То есть, ей, получается, в конце января тоже 5 месяцев веки цинь. Те, конечно, смотрятся, соседи появились, тоже в клетке кипиш. Ну, а так будет проще, проще убирать, им будет посвободнее. Я бункерную кормушку закрепил, там, корма им насыпал. Это кормушка старого сарая, из газоболочного сарая, забрал и перевел. Так что будет намного посвободнее. то они вес набирают, а так они туда и сюда уже тисные им клетки. И сейчас мне осталось нюру и киевлянку по станкам, а станков на в одну клетку. Ну, то уже позже, я уже сегодня замудохался. Пока там кормушку отрезал, туда перенес, закрепил, короче. вот так. Ну, а вы тута. Все, свобода попугая. Также у меня спрашивали насчет кормушки. А что ты кормушку поставил там, а не просто тута возле прохода, и удобно насыпать типа с прохода, и воду они тут пьют, да, своего рода да, удобно, но тута где вода, и в нижней части должна быть вода, они тут опорожняются. То есть эта половина 50% это где в них туалет, грубо говоря, где мокрое возле воды. А верхний 50%, где сухое. Вот где кормушка, корм, и верхняя точка, там всегда сухо. То есть вот они, к примеру, рассыпали с кормушки. Я им много нагелив, рассыпали. И я не переживаю, что воно переведется корм. Тут, во-первых, сама бункерная кормушка в сухом нормальном месте, не гниет, не ржавеет, не до ничего. И то, что они высыпают, сейчас я им завтра не насыплю вовремя, они это все вокруг съедят, повелезут все аж до бетона. Ну, так уже было, и это просто вам скажу, как оно будет. Я смотрю, ага, уже черезчур багато. Думаю, все, все, выйдет аж завтра, а завтра аж дам им опять. Как все выйдет. И так само там же, бункерная кормушка. Ну, вроде бы, вот так. Сегодня целый день двери открыты, я тут делаю, жарился. Ну, а в эти клетки я просто насыпаю верхнюю точку на пол, а в нижнюю они ходят тут в туалет. Так само тута. Где корм должна быть верхняя точка, а где туалет и вода нижняя точка. Так само тут, она спать вверху и езки вверху. Аматор кашляет, но я думаю пройда. И так же самое я сделал тута. Вода нижней точки, а бункер с кормушкой в верхней точке. В этих нема кормушки, а просто сыплю им верхню точку по надстенкой. И тоже нормально. Тут они ходят, это просто сегодня хаос. Я тут кормушку устанавливал, то есть им что-то новое. Появилось сначала Вероника, перегнав ее сюда, а потом тих трех, чтобы типа как и они более-менее. Ну, так повиясняла Вероника с каким-то кабаном. Ну, а так вроде бы главный и хай живут. Сюда я поставил здоровую бункерную кормушку, то есть для здоровых, чтобы здоровые морды туда влазали. И эту партию я ставлю на кормушке аж там грубо говоря до 8 месяцев. Мы же идем до 8 месяцев, який будет вес. И эту партию до 8. Тут кормушка как раз для здоровых кабасиков будет то, надо. Эта кормушка пойдет для больших. Эту уберем начнем убирать в феврале уже в следующем месяце. Конец февраля это им будет 6. Начнем убирать в конце февраля и так по чуть-чуть будем убирать. Сначала этих уберем, вот тут кормушка для меньших, а потом этих уже 8. И также будем составлять список сколько, что и как. Ну, короче, так. вот грубо говоря начинаю уже и вечерить и прошел день начало четвертого. Сейчас туда-сюда часов 4-5 управлюсь и все. Сейчас еще закручу одервалы оцинковку вон в этом месте. И уже давно одервалы я все так а сейчас вычищу хорошо закручу тоже надо всей клеткой заняться уже делать эту клетку и эту тоже надо делать клетку. Короче, а так. Ну, а тут они зависимо от нас усых кормежка продолжается. Выяснение личности. Кто ж будет главный? Ну, я думаю, он все равно он кабан я думаю, более напоростый будет. А она девчинка. А тут уже ничего не выясняют. Всем хватает молока, всем хватает тетяк. И все в них тихо, отлично. Обязана вообще работает то болгаркой, то шуруповертом тут в сарае. Вообще внимания ноль, занимается своим кормом. Сама есть опять кормом. Все в тихом, в обычном порядке. Вот уже не уймутся. Вот уже не уймутся. Вот друзья, такой факт. Стою рядом, думаю, покажу вам. Вот дивится разница ровно в 30 дней. Вот эти итальянцы, а вот анфисын. В 30 дней, представляете, через 30 дней эти будут точно вот такие. Дуже интересно так наблюдать, конечно. Ну, я думаю, ее не забьют, не должны, бо клетка для всех чужая, для неї, для них. Ну, я посадил сюда первую, чтобы они, как тут считалось, главное, чтобы они не дзюбали. Ну, подивимся, подивимся, что будет. Ну, а тут тишина, тут все просто поменьшило и уже хорошо. и уже